здравствуйте тайцы и не тайцы я продолжаю свои видео уроки про развитие единоборств в жизни каждого человека каждый человек умел постоять за себя и развивал единоборство занимался единоборствами только для цели кому-то навешать для цели духовного роста и саморазвития сегодня также хочу отметить паблик вконтакте академия порядочных спортсменов очень довольно хороший паблик интересно много информации много таких собирается хороших людей можно обменяться опытом пообщаться посмотреть что новое интересное сегодня покажу как нужно делать высекание после того как вы захватили ногу неважно ли это фронтки или middle kick то есть как какие ваши действия для высекания как это лучше сделать и как это правильно спрятать замаскировать ваше будущее действие под высекание как это будет смотрите и так как это все происходит высекание под фронт очень полезный такой момент сам вы его обязательно должны нарабатывать обязательно должны его знать может это очень так сказать часто бывает и довольно практично эффективно противник при падении может хорошо упасть на спину сбить все основательно дыхание для вас это огромное преимущество будет поединке если это на улице то вообще может все закончится сразу при падении на асфальт поэтому как мы работаем прежде всего захват фронта правой происходит одноименной рукой односторонней рукой правый фронтных подхватываем левой рукой на снизу немножко для контроля вы взяли дистанцию чуть-чуть разорвавший прихватили и сразу показываем какой-то удар желательно прямой фронт пускаем вдоль туловище и с подшагом на левой ноге сразу прямой ему по все внимание ушло на голову противник закрылся перчатки поджал получил фронт или в голову или прямой в корпус дальше мы опять разрываем дистанцию перехвачиваем ногу перебрасываем слева и на правую руку правой ногой подшагом опять-таки для сокращения дистанции будете пытаться многие ребята начинающие особенно пытаются вот с этой дистанции сделать сбивку начинается вот такая супер бойня противник начинает ему прямые вставлять он начинает вот так отворачиваться и лупить по ноге никогда не собьете с дистанции всегда надо сокращать поэтому отошли опять сделали переброс под шаг правой ногой ручку левую ложим на голову до придержим толкаем его от себя а еще лучше в сторону назад и левой ногой подбиваем эту ногу то есть вы рукой до правой держите левой толкаете влево от себя и левой ногой высекать у вас противник стоял ровно и пошло две точки удара сразу ноги вверх голова вниз то есть это основной момент обязательно сокращать дистанцию на право на левую ногу тоже самое левую правой подхватили удар бум внимание убрали вы удар делаете сразу разорвали перебросили под шаг ушли правой рукой уходим правой ногой высекаем высекать если вы делаете с целью именно высекания до жесткого быстрого нужно под пятку тогда нога уходит сразу ударите под колено человек тоже может упасть скорее всего упадет мужа вы колено подбиваете но он не ну как это не будет такое падение жесткая нога просто согнется и он постелется на полка именно с целью того чтобы это было жестко красиво и эффективно надо высекать под пятку тогда нога сразу улетает резко как на банане в мультиках подскользнулся и падаешь четко на спину можно затылком хорошо стукнуться если мы про ринг говорим да так немножко поплывет человек про улицу конечно лучше не надо затылком никуда биться отрабатывайте учитесь очень важно и полезно для любого единоборства для тайского особенно и еще раз хочу сказать спасибо паблику академия порядочных спортсменов контакте ссылочку на него вы найдете под этим видео подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на паблик там так скажем много интересных людей по интересам до собирается действительно в таком обществе спортсменов можно развиваться и находить правильные мысли правильную мотивацию для своего развития по риме взять в уступ поставить на прицелы из моих дробностей я стану плюс целый полет тысяч у врушений держит свою цену из моих дробностей я становлюсь целым по риме взять в уступ поставить на прицелы